Подсудимый, бывший следователь ФСБ, невозмутимо стоит, молчит и ожидает приговора. Все судебные разбирательства уже давно прошли за закрытыми дверьми. Обстоятельства дела почти полностью засекречены. Известно немного, по версии следствия, с 2012 по 2015 год майор Константин Костенко, используя служебные полномочия, подменял золотые самородки в хранилище улик недрагоценными веществами. Под стражу ФСБшника взяли еще в 2017-м, и спустя два года длительная цепочка правовых прений привела к оглашению приговора. Всем стать, суд идет. Войный суд постановил по уголовному делу в отношении Костенко Константина Владимировича огласить вводную и результивную части приговора. Подпись председательствующего в постановлении имеется. Разглашается приговор именем Российской Федерации. Приговор судья зачитывал около 30 минут. Всему виной объем и количество фактуры, называемой в юриспруденции составом преступления. Дело в том, что майор Костенко проходит сразу по пяти преступлениям. Четыре связаны с мошенничеством. Это 159-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И одно непосредственно с незаконным оборотом драгметаллов. Уже другая статья, 191-я. Общий вес украденного таким образом золота 12 килограммов, а его стоимость оценивается в 23 миллиона рублей. Все самородки проходили вещественными доказательствами по делам, связанным с незаконным оборотом драгметаллов, которые вел Костенко. Вам назначено по совокупности совершенных преступлений окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать вы его будете в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск в полном объеме управления Гохрана России. К слову, защита настаивает на полной невиновности подсудимого. Костенко также отказывается признавать вину и намерен обжаловать приговор. Еще до того, как судья зашел в зал, приговоренный к 11 годам колонии следователь ФСБ обратился из-за стеклянной ограды к журналистам, пообещав дать всем желающим, цитата, полный расклад. После оглашения приговора у Константина Костенко остается не более 10 дней на подачу апелляции, чтобы обжаловать решение военного суда Тихоокеанского флота. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.